ГОМЕЛЬ В Светлогорском районе состоялось открытие музея блиндажного типа, посвященного событиям, связанным с операцией «Багратион». В Гомеле назвали имена людей, удостойных по итогам работы за 2014 год, почетного звания «Человек-года». Республика Беларусь отметила главный национальный праздник страны – День независимости. В регионе центром праздничных событий стал Гомель, где по традиции для жителей областного центра подготовили немало сюрпризов. Выступления творческих коллективов, многочисленные выставочные экспозиции, конкурсные игровые программы и многое другое. Старт торжественным мероприятиям дало праздничное шествие ветеранов, трудящихся спортсменов и творческой молодежи по улице Советской. На начало торжественного шествия по главной улице Гомеля еще почти час, а флаги и транспаранты уже развернуты. На площади Восстания и возле нее тысячи представителей трудовых коллективов и общественных организаций. Здесь же участники Великой Отечественной для них подготовили специальные автомобили. Наум Каплан не только прошел дорогами войны, но и более трех десятилетий защищал Родину на пограничных рубежах. Говорит, День независимости для него – праздник, который свидетельствует о наличии в Беларуси светлого будущего. Было пережито много, но уже достигнуто очень и очень много. Благодаря белорусскому народу, благодаря правительству, благодаря Покошенко. Дай Бог, чтобы все было бы дальше хорошо и спокойно. Белорусский народ все выдержит и добьется новых успехов. Не каждый народ на земле сегодня может говорить о наличии подлинной независимости. У белорусов есть свой дом, который они сами обустраивают и в котором сами определяют правила игры. Мы проводим собственную политику и имеем собственный взгляд на мир. Безусловно, можно назвать ряд других известных и малоизвестных событий, которые могут быть не менее значительными. Но их результатом все же стало то, что сегодня Беларусь – независимая страна. Митинг возле мемориала «Вечный огонь» – мероприятие, в котором одновременно торжество и печаль, радость и слезы. Среди участников – ветераны войны. Совсем молодыми попали они в ад жестоких боев, но вопреки всему выстояли и победили. Чтобы потом, уже в мирное время, возродить жизнь буквально из пепла. Сегодня, когда ряд предприятий региона столкнулся с экономическими проблемами, а для достижения положительных результатов необходимо прилагать значительные усилия, ветераны советуют оглянуться назад. Тогда, после окончания Великой Отечественной, было куда труднее. Не хватало рабочих рук, строительных материалов, сырья, топлива, техники, продуктов питания. Но они выстояли и победили еще раз. Участник Великой Отечественной, герой социалистического труда Николай Курсан пришел на гумсельмаш в начале 50-х кузнецом. У представителей этой профессии работа легкой не была никогда. Это тяжелый был труд. Очень тяжелый. Даже снимался небольшой фильм, где в архиве лежит, как работали кузнецы. Где будет легко? Надо работать, и будет легко. В праздничной программе «Белорусские игры и дефиле. Покупайте белорусское». Презентация детских инициатив и Кривическая аллея «Старый гомель». Плюс многочисленные концертные программы, главные из которых проходят под названием «Мы, белорусы, мирные люди». На площадке лучшие художественные коллективы города и области. Плюс патриотический блок с показательными выступлениями. Это все-таки День независимости. Они всегда на страже нашей безопасности. Военнослужащие и бойцы подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. После завершения концерта организаторы признаются. Разумеется, волновались, но все получилось как нельзя лучше. В первую очередь, благодаря профессионализму участников концерта. Один единственный такой праздник – День независимости нашей республики. И где молодежь, пожилые участники творческих коллективов, они ответственно подходят и серьезно к этому празднику. Поэтому мне было очень-очень легко работать. И я благодарен всем тем, кто принимал участие в этом празднике. Профессионалы на Гомельщине сегодня есть во всех сферах, что еще раз подтвердил город мастеров. В регионе работают сотни мастеров декоративно-прикладного творчества, которые, кажется, могут все. От изготовления лодок по древним технологиям до откачества рушников с поясами. Праздничные мероприятия по случаю Дня независимости прошли и во всех районных центрах Гомельщины. Причем везде старались найти что-то свое. В Мозыре, например, представили молодежный проект «Велосипедный транспорт. Будущее здоровой нации». В городском поселке Октябрьский организовали конкурс букетов, а в Рогачеве пригласили на кулинарный фестиваль. В населенном пункте Раковичи Светлогорского района состоялось торжественное открытие музейной экспозиции «Операция Багратион». В музее блиндажного типа представлены экспонаты, отображающие события, связанные со знаменитой наступательной операцией времен Великой Отечественной войны. Открытие музея стало завершающим этапом строительства второй очереди мемориального комплекса, первая очередь которого была открыта в прошлом году. Музей блиндажного типа – настоящая летопись событий 70-летней давности. Именно здесь, на 71-м километре шоссе Бобруйск-Мозырь, 24 июня 1944 года, началась масштабная наступательная операция советской армии, которая стала переломной в истории Великой Отечественной войны. Командующий Первым Белорусским фронтом маршал Константин Рокоссовский выступил с инициативой, ставшей новым словом для военной стратегии того времени. Нанесение сразу двух главных ударов по формированиям врага. Глубокая шалонированная оборона. И вот нашим войскам предстояло, конечно, совершить невообразимое, прорвать эту оборону. И для этого Рокоссовский не стал, так сказать, пытаться растягивать свои силы, сконцентрировал многократный перевес на узких участках. И вот здесь, на этом участке, это было южнее Парич, и, собственно говоря, один из главных ударов шел именно отсюда. Второй со стороны Рогачева. 25 и 26 июня советская армия развивала наступление. 27-го сомкнулось Кольцо вокруг Бобруйска, и была полностью уничтожена немецкая группировка. 50 тысяч гитлеровских солдат погибло, 20 тысяч были взяты в плен. Результатом успешного начала операции «Багратион» стал дальнейший выход через Слудск и старые дороги к Минску, который 3 июля был освобожден от оккупантов. В музее о тех событиях напоминают архивные документы, фотографии, образцы оружия и военной амуниции. Историки постарались вспомнить каждого, кто внес весомый вклад в успех операции «Багратион». По случаю открытия музея у мемориального комплекса собрались ветераны войны, узники фашистских концлагерей, представители власти, руководители предприятий, жители райцентра и близлежащих деревень. Всего на торжественном мероприятии присутствовало около 3 тысяч человек. «Музей очень хорошо. Это наша история, это наше прошлое. Ну и показываем для нашего будущего». Военный музей – совместный проект Гомельского областного музея военной славы и Светлогорского историко-краеведческого музея. Партнёры намерены продолжать сотрудничество и дальше. Тем временем и в местном райисполкоме обещают продолжить развитие мемориального комплекса. Мы разговаривали и с нашими специалистами, что на самом деле сегодня необходимы какие-то материальные средства, и чтобы фонд нашего сегодняшнего мероприятия постоянно пополнялся, чтобы людям было интересно. В регионе определили достойных звания «Человек года». В семи номинациях победителями стали руководители предприятий, спасатель, кондитер и спортсмен-инструктор. Награды победителям были вручены во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости. В Гомельской области конкурс проводится с 2008 года. С тех пор 42 наших земляка были удостоены почётного звания «Человек года». В этом году цифра увеличилась ещё на 7 человек. Среди вручаемых номинаций – «Открытие», «Руководитель», «Человек на земле», «Мастер», «Лидер», «Служу Отечеству» и «Призвание». Накануне главного праздника страны в областном общественно-культурном центре «Аншлаг». Заполненный зал собрал представителей всех сфер общественной жизни. Открывает торжественную часть выступления председателя облсполкома. Владимир Дворник приветствует ветеранов и всех присутствующих. Вспоминает, что для Беларуси значит дата 3 июля. И какими усилиями восстанавливался регион после войны. Рассказывает о достижениях Гомельщины на современном этапе. И, конечно, поздравляет с Днём независимости. «Свадовая независимость белорусского государства в наших руках. Мы будем непобедимы до тех пор, пока нас укрепляет единство. Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие земляки. Пусть в семьях царат согласие и достаток. Пусть каждый день приносит вам заслуженный успех, новые достижения и добрые дела. С праздником! И вот волнующий момент. Награждение тех, кто по итогам 2014 года удостоен звания «Человек года». Первая номинация «Служу Отечеству». На сцену приглашают Александра Чигера, начальника Мозырского гороотдела по чрезвычайным ситуациям. На вверенной ему территории за пятилетку в два раза снизилось число пожаров и гибели на них людей. В том числе не погибло ни одного ребёнка. Хотя сам номинант это достижение считает не личной заслугой. Работа была проведена огромная. Хочу отдельно передать свою благодарность службам, которые взаимодействуют с нами. Это службы профилактики и также районным исполнительным комитетам. Без их и, конечно, свою коллективу, Мозырскому гарнизону. Без их совместной нашей работы не было таких результатов. В номинации «Мастер» «Человеком года» стал кондитер пятого разряда предприятия «Гомель Хлеб Пром» Дмитрий Антипенко. В номинации «Открытие» чемпион Европы по плаванию Евгений Цуркин. В номинации «Призвание» главный архитектор области Светлана Кохацковолец. Лучшим руководителем признан директор Калинковического мясокомбината Геннадий Курлович. Директор акционерного общества «Знамя Родины» Гомельского района Михаил Рубан стал лауреатом в номинации «Человек на земле». А «Человеком года» в номинации «Лидер» признан генеральный директор коммунального жилищного унитарного предприятия «Уником» Жлобинского района Михаил Евсеев. За годы проведения конкурса почётного звания «Человек года» удостоено уже 49 человек. Но нет сомнений, действительно достойных на Гомельской земле ещё не одна сотня и даже тысяча. И они обязательно ещё проявят себя. 3 июля в нашей стране отмечалась и ещё одна праздничная дата. Это день основания Государственной автомобильной инспекции. Вот уже 79 лет сотрудники ГАИ обеспечивают порядок на дорогах, участвуют в борьбе с преступностью. Накануне праздника в областном центре состоялось торжественное собрание. Во время торжественного собрания по случаю праздника инспекторы ГАИ получили грамоты и благодарности. 10 из них награждены нагрудным знаком «Отличник ГАИ». Почётными гостями мероприятия стали ветераны Госавтоинспекции, посвятившие службе на дорогах десятки лет жизни. У меня Госавтоинспекция была моим домом. Конечно, всё было. Было хорошее, было плохое, были трудности, поднятие по тревоге неоднократно. Сегодня безопасность движения на дорогах области в регионе обеспечивают более 400 инспекторов ГАИ. В среднем за сутки они регистрируют свыше 600 нарушений правилов дорожного движения, останавливают более 10 нетрезвых водителей. Некоторые из них задерживают с риском для собственной жизни, с погони и стрельбой. На вооружении сотрудников Дорожно-патрульной службы – современная специальная техника. От себя лично, от сотрудников аппарата управления ГАИ искренне поздравить весь личный состав Государственной автомобильной инспекции Гомельщины и, конечно же, всему личному составу и их семьям здоровья, благополучия. И, конечно, как всегда, желаю зелёного света. А 4 июля во всём мире отметили Международный день потребительской кооперации. В Гомельском облпотребсоюзе по случаю праздника провели торжественное собрание. Лучшие из работников организации были награждены почётными дипломами от Белорусского Республиканского союза потребительских обществ и Гомельского облсполкома. Также для участников мероприятия подготовили праздничный концерт. Участие в праздничном мероприятии приняли руководители, работники и ветераны отрасли. По доброй традиции, во время празднования дня кооперации были награждены лучшие работники и коллективы. За продуктивный многолетний труд и личный вклад в развитие потребительской кооперации победители в различных номинациях награждены почётными грамотами Гомельского облсполкома, правления Белкопсоюза и Гомельского облпотребсоюза, а также обкома профсоюза работников потреб кооперации. Надо отметить, в прошлом году кооператоры нашего региона сработали показательно, по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2014 год Гомельский облпотребсоюз занял второе место в республике. Подобный успех – результат ответственной и добросовестной работы как каждого отдельного работника, так и всего многотысячного коллектива. Огромное спасибо за повседневный труд, за те заботы и нужды, которые своим ежедневным трудом они оказывают населению области. Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов! С праздником, уважаемые кооператоры Гомельский! На этом наша программа завершена. Смотрите «Стафету новостей» по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова